Если вы ещё не смотрели первый фильм, но загорелись вторым из-за рекламной кампании, посмотрите-ка лучше сначала первый – он просто невероятно угарный и ну вообще никак не детский. Этот фильм вроде бы идёт вторым по счёту, но он принадлежит весьма запутанной и долгой линейке Людей Икс. Но Дэдпул 2 сделает франшизу ещё более запутанной и представит нам новых персонажей комиксов. Если вам интересно посмотреть на наёмника с острым язычком, но неохота тратить время на первый фильм, или просто может быть вам интересно, кто все эти люди, в этом ролике вы найдёте ответы на все свои вопросы. Кто такой Мёртвый Бассейн? Его настоящее имя – Уэйд Уилсон. Это наёмник, работавший в спецназе. Первым его заданием, которое нам показали, была доставка смертельно-острой пиццы для своей цели. Он сливает всё заработанное бабло на одну ночь с девицей, которая становится его суженой. Зовут её Ванесса. Они проводят вместе безумный год, после чего Уэйд узнаёт, что болен раком. Других вариантов не остаётся, и он записывается на экспериментальную терапию, которая на самом деле оказывается лабораторией по созданию сверхлюдей, которых делают рабами и продают тому, кто больше заплатит. Этот эксперимент дал Уилсону способность быстрого лечения практически всех ран, но морда у него теперь как у Фредди Крюгера. В свободное время Уилсон посещает бар сестра Маргарет, которая, по сути, является пристанищем для наёмников. Владелец бара, Уизл, ведёт список наёмников, на котором делают ставки, кто сдохнет первым. Называется он Бассейн мертвецов – Дэдпул. Но что отличает фильм от остального трэша? Дэдпул знает, что он вымышленный персонаж и постоянно угорает над другими супергеройскими фильмами, в основном внутри вселенной Людей Икс. Он даже угорает над своим актёром, Рейнольдсом, намекая на его игру в Зелёном фонаре и Росомахе Начало. Какой-то Кейбл. В 90-е года новых персонажей практически поголовно придумывали родом из утопичного альтернативного будущего, и Кейбл – один из таких временных беженцев. Его играет Джош Бролин, а имя Кейбла – Найтан Саммерс, сын Циклопа и клона Джины Грей, которого воспитывали в будущем. Потом он рано или поздно вернулся и встал во главе команды Новые Мутанты. Его кибернетика – это и дар, и проклятие. Он заражён техновирусом, который медленно превращает его в машину. У него есть телепатия и телекинез, которые он использует, чтобы держать вирус в узде. Но это мы говорим про Кейбла из комиксов, и мы не знаем каким он будет в фильме. Мы только знаем, что он киборг из будущего, и что он грозный соперник. А ещё мы знаем, что он прибыл в наше время с какими-то намерениями на подростка Рассела. Намерения нам не ясны. Ну и, кстати, о парне. Новый пацан Парня, за которым гоняется Кейбл, никто не знает. Нам известно только то, что его имя Рассел и у него какие-то пирокинетические способности. Эту идею можно немного развить. Наверняка музой для него явился Расти Коллинз – огненный кулак, который появился на страницах X-Factor и может манипулировать огнём, так же как и пиры из вторых Людей Икс. Нам совершенно непонятно, что Кейбл от него хочет. Может быть он как-то негативно повлияет на будущее, из которого пришёл Кейбл? Или это личная месть? Короче, Дэдпул собирает команду, чтобы защитить пацана и заодно разобраться с Кейблом. Везучая девчонка Нина Турман под кличкой Домино – это результат правительственных экспериментов по созданию идеального убийцы. Её постоянно окружает поле вероятностей, которое влияет на всё наилучшим для неё образом. Попробуйте её пристрелить в упор, пистолет заклинит или даже взорвётся у вас в руках. Если она прыгает с высокоэтажки без какого-либо плана на спасение, что-то подвернётся и ей повезёт как ни крути. Так же как и Дэдпул, она особого отношения к другим мутантам не имеет и общается с ними крайне редко. В отличие от Людей Икс она не работает в команде, хоть и неоднократно работала вместе с ними просто ради забавы, выгоды и т.д. Её дебют в комиксах состоялся в Силе Икс и она просто идеально подходит для команды Дэдпула в следующем фильме. Бедлам Его представили в 95-ом, в альтернативной вселенной Эра Апокалипсиса, а это имя принадлежало пополам двум братьям – Джесси и Кристоферу Ааронсеном. По завершении этой истории персонаж Джесси перезапустили в комиксах Сила Икс. Бедлам излучает электромагнитное поле, которое позволяет ему нарушать воздействие других форм энергии, привнося хаос в жизни людей и машин. Это ещё не говоря о его боевых навыках. Но опять-таки, каким будет персонаж в исполнении Терри Крюса, мы не знаем. Пока известно только одно – как и в комиксах он вступит в отряд Силы Икс. Кто такой Шаттерстар? Если вам история Кейбла показалась запутанной, то по сравнению с Шаттерстаром – это мелочи. В комиксах Шаттерстар прибыл из места Мир Моджо. Это планета, существующая в будущем, которой правит тираничный злодей Моджо. Вся планета одержима развлекаловкой, и Шаттерстар является одним из рабов, которого генетически изобрели для гладиаторских боёв. Его улучшенная сила и ловкость сочетаются с быстрым заживлением ран. Он владеет разными боевыми стилями, излучает шоковые волны своим оружием и даже может открывать порталы, которые телепортируют любого. Наверняка в фильме никакой связи с Миром Моджо не будет, но нельзя списывать со счетов то, что Дэдпул постоянно прикалывается над комиксами, так что это полезная инфа. Мы даже можем увидеть сцену, где Кейбл, Бедлам и Шаттерстар спорят, чьё будущее утопичнее. Питер и Боб из Гидры Кто такой Питер? Ну, короче, этого никто не знает. Существует теория, что ответ на этот вопрос следует искать в комиксах про Дэдпула. Это может оказаться Боб из Гидры. На первый взгляд может показаться, что Боб из Гидры – это бесполезный напарник Дэдпула. Он трус, драться не умеет, да и способностями не обладает. Он – член Гидры и часто цитирует её, например, «Если я их не вижу, то они не видят меня» или «Спрячемся друг за другом» На каждую ситуацию реагирует дезертирством. Этот персонаж уже неофициально засветился в первом фильме. Его никто не называл Бобом из Гидры, потому что у Фокса на тот момент прав не было на этого перса, однако Дэдпул назвал его Бобом, и они поговорили о своей бывшей работе в Джексонвилле. И он, кстати, единственный из приспешников Аякса, которого Дэдпул не убил. Просто вырубил и всё. – Подожди. – О, боже, я бы видел тебя в «Джексонвилле» в «Джексонвилле». Вполне вероятно, что Фокс хочет ввернуть фильм этого персонажа, но прикрывается новым, под другим именем, потому что у них всё ещё нет прав. Другая вселенная Марвел Дэдпул – это, конечно, Марвеловский персонаж, однако он нихрена не для семейного просмотра, а Дисней снимает только такие. Технически Дэдпул не мутант, однако права на него пока что принадлежат Фоксу, как и права на остальных мутантов, поэтому он тусуется только во вселенной Людей Икс. Так что Дэдпул с Таносом драться не будет, хотя и играет его тот же самый Джош Бролин. Дисней скоро завершит сделку с Фоксом по покупке персонажей, поэтому кроссоверы этих обоих вселенных вполне возможны в будущем. Но до тех пор Дэдпулу вход в Дисней воспрещен. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!